Всем привет! В этом видео, в этой инструкции хотел бы показать, как убрать фоновый шум, в частности, частоту, которую наводит электрическая сеть, то есть помехи, которые бывают при записи звука. У меня есть классический пример такой наводки. Здесь сейчас фрагмент из моего обзора, где я запорол звук и сейчас покажу, как это можно легко, достаточно исправить. Конечно, это не идеал, но это лучше, чем вообще полностью переписать 45-минутный кусок видео. Итак, у нас есть вот нечто подобное. Послушайте, как это звучит. К сожалению, нет разблокировки по лицу. То есть, видно, что фоновый шум достаточно сильный и видно, что этот фоновый шум, он влияет на восприятие, когда появляется даже голос. Не говоря уже о пустоте, то есть, я стараюсь все пустоты вырезать, но все-таки они иногда могут проявиться, когда происходит какой-то момент, когда нужно оставить кусок и приходится вырезать вообще полностью звуковую дорожку. В любом случае, как минимизировать? Есть очень классный инструмент, который находится в эффектах. Заходим сюда, идем в эффекты и сюда в поиске вбиваем вот такое слово. Де Хаммер. Это специальный фильтр, который очень функциональный, в нем очень много всего. И вот послушайте, как он звучит. Мы его просто сюда перетаскиваем, накидываем на аудиодорожку. И уже послушайте, даже без всяких элементов настроек, уже послушайте, как сильно меняется звук. Ну, то есть, чуть-чуть, да, чуть-чуть уменьшился. А теперь смотрите, что будет, если мы включим фильтр, который называется убрать 50 Гц. Смотрите, если вы живете там в странах СНГ, где в сети у вас 50 Гц, то, естественно, вот эту опцию надо выбирать. Если вы где-то в США и так далее, где 60 Гц, то выбирайте вот эту. Потому что они, кажется, что разница небольшая, но вот в такой наводке эта опция помогать не будет. И наоборот. Поэтому у меня 50 Гц, я ставлю эту опцию. И послушайте, как звучит теперь этот отрезок. К сожалению, нет разблокировки поля. Вот теперь послушайте этот отрезок без фильтра и с фильтром. К сожалению, нет разблокировки по лицу. То есть, на лицо разница просто существенная. Конечно же, при этом у нас подрезаются частоты и голоса. Поэтому голос будет звучать немножко, как из радиоточки, как из мобильного телефона. Никуда от этого не деться. Но можно накинуть какую-то музыку, какой-то аудиофайл для того, чтобы скрыть. Вот такие артефакты, да, скажем так, голоса, которые получились. Ну и дополнительно тот фоновый шум, который остался. Вот послушайте еще раз, как звучит с фильтром и без. К сожалению, нет разблокировки по лицу. Очевидно, что с этим фильтром работает лучше. К сожалению, нет разблокировки по лицу. Ну и еще раз весь фрагмент. К сожалению, нет разблокировки по лицу. Конечно же, можно, допустим, еще поднакрутить, еще прибрать каких-то частот. Но тогда голос будет звучать просто мерзко. Поэтому лучше использовать вот такой вот инструмент, который называется Dihammer. Он есть во всех версиях Adobe Premiere. У меня, например, лицензионная подписка Adobe Premiere Pro 2021. Самая последняя версия Adobe. И здесь есть этот инструмент. Очень классная штука. Пользуйтесь обязательно, чтобы исправить ваши звуковые дорожки. Ну, всем спасибо за внимание. Если интересно, можете поддержать в комментариях или лайк поставить. Увидимся в следующих видео. Если нужны какие-то инструкции, пишите в комментариях. Постараюсь своим опытом поделиться. Пока! К сожалению, нет разблокировки по лицу. К сожалению, нет разблокировки по лицу.